Так, Варвара Даля пишет нам, Мэгги, допускай книжку, как у Сенечкина, о завтраках, только о грузинской кухне. Страшно люблю хачабили. Хачабури или чахухпили? Боже мой, все перепутали. Чахабили. Ой, я недавно делала чахухпили. Что это такое? Чахухпили это грузинское, очень вкусное. Это я сейчас не могу перевести, что там надо делать, потому что это очень грузинское там все. Хорошо, я подумаю над этим темой. Можно выпустить книжку. А вы вообще любите готовить? Ну, конечно, да. Я вообще не любила это делать. Как-то до того, чем... Ну, как-то не любила, не знала вообще, когда одна была. Ну, семья, когда у меня не было. Ну, мужа и ребенок. А потом уже всему научишься. Там надо всему как-то там... Да, сейчас уже семья, это для нас, для грузинов, это такое очень... Надо приготовить, надо знать. Ну, что может быть, что-то не знаешь, что-то потом научишься. Это так, это все так. Все мы не рождаемся с крыльями. Как-то всему, значит, научимся потом в жизни. А у вас, вы думаете, вы готовите или муж тоже помогает на кухне? Вообще-то я готовлю. Я готовлю. Мой муж приносит, иду. Добытчик. Да, а я готовлю. Ну, у него есть один блюдо такой. Он любит жарить рыбу с... Не, не рыбу, а грибу с сыром. Это очень классно у него входит. Но остальное... А у вас есть какое-то любимое блюдо? Знаете, я не капризная в этом плане. Я люблю все, что вкуснее. Хороший выбор. Да. Миша задает вопрос. Мэгги, расскажи, почему ты не хочешь жить в Грузии? Я в шоке. Миша в шоке. Я живу в Грузии, здесь живу. Я везде как-то. Я два месяца в Грузии, два месяца здесь. Пойду туда, сочиню песни. Потом здесь приезжаю, концерт сдаю. Или здесь сочиню песни. Потом там я приду, буду петь. Я везде. Миша, по-моему, не в курсе, что я и здесь, и там. Может быть, он думает, что я бросила в Грузию и побежала здесь. Нет, это не так, конечно. Это моя страна, Грузия, это моя любовь. Солнечная Грузия. Поэтому я его никак не могу кинуть. Поэтому Миша перестанет быть в шоке. Ну, а не в планах переехать жить в Украину? Переехать жить в Украину? Нет в планах? Или так и будете на две страны? Вот вы знаете, я и здесь живу. Как вам не объяснить? Я и здесь живу. Я не хочу куда-то перейти и остаться. Я буду и туда, и сюда. Далее читатели спрашивают, что бы вы в жизни никогда не смогли простить? Простить? Ну, еще повторите, пожалуйста. Что бы вы в жизни никогда не могли простить? Ну, какой-то поступок, проступок. У меня такой характер. Я очень много что-то могу простить. Я очень много могу промолчать. Я очень много могу перенести. Даже ни слова об этом не сказать. Но есть в жизни такие вещи, которые просто не можешь простить. И ты уже не можешь освободиться от этого всего. Это все грозит тебя. У меня, например, бывают периоды, когда я что-то не могу переступить. Я хочу простить, но я это не могу. Уже у меня нет силы. И я себе гряжу, что почему ты не можешь. Ты что, ты почему сопротивляешься? Как там? Или Бога. Или ты прости все, оставь, забудь это все. Но бывает иногда такое что-то, что ты не можешь забыть. И к этому надо раститься душевно. Понимаете? Я когда еще чуть-чуть расту душевно, потом я, может быть, и могу что-то простить. Но я не знаю. Я не знаю, с чего я не могу простить. Я так не могу сказать. Но все равно, когда меня выкидывают просто так, несмотря ни на чего, я это не могу простить. Вот как-то, чтобы я могу все делать, но просто все простить, но только не то, что... Ну, душу, когда тебе клюют, и когда тебе выкидывают как-то, ты ничего для этого. Ну, как-то я это не люблю. Это меня очень раздражает. Следующий вопрос. Поддерживают ли тебя родителей? Когда ты была на голосе, с ним подружилась и сделала. Давайте с родителями начнем. Две вопросы, да, если не держать? У меня нет папы, у меня есть мама. Моя мама, конечно, меня поддерживает очень сильно. Для него очень важно все. Она как-то сидит, смотрит, звонит. Ты это не одевай, ты это одевай, ты это делай. Я сейчас приду. Когда я была беременна, она тоже приехала. Ну, она очень сильно поддерживает меня. Мой брат очень сильно поддерживает меня. Мой муж очень сильно поддерживает меня. Все, семья вообще, моя семья поддерживает меня. Все вокруг, кто есть. Когда вы были беременны, мама мне говорила, дочь, ну, куда ты едешь в Украину, перелеты, беременная. Еще, не дай бог, что-то случится. Останься дома, роди, а потом уже единобороны. Это не только мама, а очень многие люди мне это говорили. Ну, моя мама знает, что если я что-то решу, мне его не... Я его не... Ну, как-то... Она лучше всех знает мой характер. Она знает, когда я могу что-то... Ну, как она скажет, так делать, а когда мне не переубедить. Она точно знает какие-то детали, моменты. Ну, как-то нет. Я... У меня было добро от мужа. Он сам предложил мне, давай выступай на «Голосе Украины». Он сам меня здесь привел. Он сам... Мне помогал в плане вот этого, что я там выступала. Энергетически как-то... по-всякому мой муж мне помогал. Поэтому у меня была сила вместе со мной. Я не могу... Я должна еще сказать, что вот брат моего мужа тоже очень сильно поддержал меня. Как-то были периоды, когда я выступала в «Голосе», и мой муж здесь не был. И он вместе со мной ходил, вот что-то его называется, вместе со мной ходил на этот... на проекте... Ну, не знаю. Он очень сильно меня поддерживал. И я очень ценю это. Все. И что касается... С кем подружились и звезд на участках в проекте «Голосе»? Я не была, например, знакома с Тамарой Гверцетелли. Мы познакомились. С Факарчуком, конечно. Ну, с тренером. Еще. Еще кто там... Ну, не знаю. Еще... Я не помню еще. Может быть, кто-то была еще, но я просто не помню. А с Гверцетелли, с Факарчуком, вот так, после «Голоса» тоже мы пересекались, не ли? Как-то нет. Как-то нет. Ну, я думаю, что мы пересекнемся. А, так... Мэгги, ты так похудела. Какой секрет похудения? Секрет на диетах или как? Я сейчас смотрю, вот кто-то написал мне, что выпусти книгу для грузинской кухни. Вот эта книга должна содержать одна половина диеты и одна половина вот именно грузинские там... Чахухпили, харчо, хотя поле такие вещества. Я не знаю, я просто, когда родила ребенка, потом уже... Я очень... я похудела где-то тридцать килограммов. И я... Ну, когда мне выписали из роддома, я просто закрыла роды, ничего не кушала. Как-то только кофе и чуть-чуть как-то... есть немного, надо есть... ну, не хлеб, но и сахар. Вот такие веще. Я не знаю, как-то... Я даже не наблюдала, что я делала. Я просто не ела много, и все. И ребенок, нянчится туда-сюда, концерты, это все мне похудеть. Я еще хочу на 10 кило похудеть. И когда я вас обещаю, когда я на второй раз здесь приду, я уже еще 10 кило буду меньше. На 10 кило. Это был наш крайний вопрос от читателей. Спасибо за ответы и завершающее слово для поклонников. Да, спасибо, конечно, вам, что вы меня здесь пригласили. Очень интересный диалог у вас у нас была. И я что могу сказать? Я вас очень люблю. Конечно, мы нуждаемся друг в друга. Вы должны меня послушать, я должна вас послушать. Я всегда готова дарить вам любви, что во мне есть. и честно это все сказать. И за сцены, и вот и так. Не знаю. Я вас очень люблю. Я на вас надеюсь, и я еще надеюсь на то, что у меня будет очень большой концерт, и метан все вместе будем зажигать. Спасибо.